Как говорил Остап Бендер, законы нужно чтить, особенно уголовные. Законы нужно знать. Во всяком случае, вы сможете предугадать следующие шаги контрольных и надзорных органов, выполняя их возможные требования. Лучше пострадать материально, выполняя законные директивы, чем напороться на мину правовой неадекватности чиновника и свое дремучее невежество. Положением о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденной постановлением правительства РФ от 22 декабря 2011 года номер 1081, определены виды работ и услуг. В сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения это следующие виды. Первое. Оптовая торговля лекарственными средствами для ветеринарного применения. Второе. Хранение лекарственных средств для ветеринарного применения. Третье. Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Как видите, хранение лекарственных средств и хранение ветеринарных препаратов это разные виды услуг. Я далее остановлюсь, почему я сделал такой акцент. Перевозка лекарственных средств для ветеринарного применения. Перевозка лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Шестое. Розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения. Отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения. И изготовление лекарственных препаратов для ветеринарного применения. То есть виды фармацевтической деятельности, они друг от друга вроде бы не отличаются с одной стороны, но одно маленькое слово. Лекарственные препараты, лекарственные средства. Что такое лекарственные препараты, мы с вами прекрасно знаем, так как об этом говорилось в самом начале лекции. Что такое лекарственные средства, в принципе это сырье для изготовления лекарственных препаратов. И вот здесь, уважаемые коллеги, кроется единство и борьба противоположностей двух лицензий. Лицензии на фармацевтическую деятельность и лицензии на применение наркотических веществ и психотропных средств. Лицензия на вещества и средства и лицензия на лекарственные препараты. Обращение лекарственных препаратов. Понимаете о чем я говорю? При наличии лицензии на наркотики, вы и не имея лицензию на лекарственные препараты, вы будете иметь право хранить и применять вещества. Но вещества являются составной частью лекарственных препаратов. То есть лицензия фармацевтическая и лицензия наркотическая одно от другого, неотделимо. Мало того, при разборке этих всех позиций и нюансов по наркотической лицензии могу сказать одно, что наличие фармацевтической лицензии для сетевых ветеринарных клиник дает колоссальное преимущество при использовании наркотических средств и препаратов. При переходе их на препараты. К примеру, возьмем любую сеть. Ну естественно, если это не яйца в разной корзине лежат, допустим как близнецы, что там есть близнецы вет, близнецы юг и так далее, то это неформальное объединение юридических лиц. А допустим возьмем какую-то другую структуру, которая является единым юридическим лицом со своими отдельными структурными подразделениями, имеющими право юридического лица. То есть при наличии фармацевтической лицензии, в которой указаны все места осуществления деятельности, каждый адрес, вы вправе организовать у себя вторую группу и уже из одной комнаты хранения распределять сможете на другие объекты. То есть комнату хранения, это основные затраты на получение наркотической лицензии, вы приводите в состояние соответствия только одну, а из этой комнаты уже производится перераспределение и отпуск лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные средства в ваши другие структурные подразделения. Пусть это происходит несколько раз в день, пусть это происходит один раз в день, пусть это происходит один раз в неделю или в три дня, но это должно происходить. И, кстати, может сразу же возникнуть вопрос о том, что в ветеринарной клинике не должно быть более трех-пяти дневного запаса наркотических средств и психотропных веществ. То есть действительно это так. Действительно, грубо говоря, отмазаться от подобных требований, которые предъявляются ФСКН, практически невозможно при определенных условиях. Вернее, при несоблюдении определенных условий. Если вы эти условия будете соблюдать, вопросов никаких не возникнет. Вы сможете содержать трех-пяти дневный запас, вернее свой годовой запас под видом трех-пяти дневного. Этот вопрос тоже решается достаточно элементарно. Он решается в административном порядке путем написания серии внутренних правоустанавливающих документов по предприятию. Обращаю ваше внимание, что при оказании платных ветеринарных услуг в части лечебно-профилактической деятельности выполняются работы и услуги, составляющие фармацевтическую деятельность и соответствующие статье 4 Федерального закона об обращении лекарственных средств, раскрывающий термин фармацевтической деятельности. В то же время применение лекарственных средств не входит в состав лицензируемых видов фармацевтической деятельности. Допустим, вы индивидуальный предприниматель, работаете один самостоятельно. В любом случае вы должны приобретать лекарственные препараты для лекарственного обеспечения своей ветеринарной деятельностью. Вы приобрели у одной из известных компаний маленький-маленький-маленький опт. Определение, что такое опт, что такое оптовая закупка, есть в законодательстве Российской Федерации. И четко можно отличить, что такое розничная реализация и приобретение, что такое оптовая реализация и приобретение. Так вот, любой индивидуальный предприниматель, приобретая или маленькая ветеринарная клиника, приобретая для своих нужд, для цели лекарственного обеспечения своих услуг определенное количество лекарственных препаратов, уже вступает во взаимодействие с оптовой компанией, совершая оптовую покупку. Таким образом, маленький опт поступает на склад. Склад может иметь и внешность угла в одну из комнат. Вы привезли эту маленькую кучу лекарственных средств и положили у себя на территории. Для того, чтобы это дело списать, вам необходимо перевести в разряд расходного материала. Так вот, в момент поступления маленькой партии оптовой, мизерной совершенно партии лекарственных средств для хранения на вашу территорию, это является закладкой на хранение и характеризуется как хранение. А вот уже списание в качестве расходного материала, вернее, закладка на хранение и лицензируется как хранение, как фармацевтический вид деятельности в части хранения. А вот списание на лекарственное обеспечение в части применения лекарственных препаратов, это уже не лицензируемый вид деятельности. Это очень узкое место, которое на сегодняшний день неправильно воспринимается, неоднозначно воспринимается и многими руководителями предприятий, некоторыми руководителями территориальных управлений Россельхознадзора, я в том числе и некоторыми чиновниками федерального уровня, тоже неоднозначное восприятие этого положения идет. И от некоторых общественных организаций, общественных объединений предпринимателей, однозначно идет активное давление в сторону неполучения лицензий на хранение при условии отсутствия розничной либо оптовой реализации населения, вернее, розничной реализации населения этих лекарственных средств. Так что, вплоть до того, это давление до такой степени было целенаправленным, и, ну, оно не было сильным, оно было просто нудным, это, как говорится, камень капля точит потихонечку. И сейчас Министерство сельского хозяйства вышло с инициативой, чтобы в пунктах хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, я возьму в качестве просто образца, для, только для целей реализации и отпуска, тогда только лицензируется, как они хотят это все дело показать. Но, коллеги, что такое отпуск лекарственных препаратов? Мы с вами слышали выше, и отпуск лекарственных препаратов является видом деятельности, который подпадает. То есть, те препараты, которые у вас пришли на оптовое хранение, маленькая партия, для того, чтобы вы списали эти препараты на применение, вам необходимо оформить документ, переводящий с опта на розницу. Может быть, я что-то путаю. Я сейчас говорю об обществах с ограниченной ответственностью, как это есть, допустим, в Близнецах. Если у индивидуальных предпринимателей несколько иначе, либо там другие какие-то системы налогообложения, то прошу вас быть внимательными. Изменения в системе налогообложения у нас уже на носу. Как только будет изменение налогообложения, и однозначно будет ясно и понятно, что у вас оптовая закупка, и с этой оптовой закупки изменяется качество характера и переходит в режим применения, вот в этой ситуации вы уже будете нарушать законодательство. Не играйте с законом. Получить на сегодняшний день фармацевтическую лицензию не составляет особого труда. Для этого даже напрягаться не нужно особо. Вы самостоятельно сможете все это дело сделать. У вас есть еще время до изменения налогового законодательства. Вспомните, кто со мной уже давно знаком. Ну, крайне редко, крайне редко, те перспективы, которые я описываю, что может быть, какие изменения на рынке лекарственном, на рынке ветеринарных услуг, крайне редко они не реализуются. Я уверен в том, что и индивидуального предпринимателя, и хранение будет лицензироваться, и отпуск будет лицензироваться. Если хранение не будет лицензироваться, то уж при условии наличия отпуска однозначно все это будет. Время у вас есть. Приступайте потихонечку к лицензированию. Мы несколько отвлеклись от той фразы, которая у нас здесь на слайде. Можно ли применять лекарственные препараты, выпускаемые медицинской промышленностью, для лекарственного обеспечения ветеринарных услуг? Вопрос не праздный. Он актуален, и в первую очередь он актуален для ветеринарных специалистов, практикующих в городе, осуществляющих лечебную деятельность с непродуктивными животными, то есть с животными исключенными, прошу обратить внимание, с животными исключенными из пищевой цепочки человека и не дающими сырья для производства товаров народного потребления, в том числе и продовольствия. Ранее этот вопрос был достаточно четко урегулирован ассоциацией практикующих ветеринарных врачей, умудрившихся в свое время получить разрешение от руководителя Департамента ветеринарии и Минсельхоза. Ответ был однозначным. Не запрещено. Опять же, обращаю ваше внимание, не разрешено. Но и не запрещено. В связи с вступлением в силу Федерального закона об обращении лекарственных средств в новой редакции, механизм, позволивший ассоциации практикующих ветеринарных врачей выдавить молчаливое согласие Департамента ветеринарии на применение лекарственных средств, выпускаемых фармпромышленностью, был ликвидирован. Когда стало понятно, что старым письмом не поразмахиваешь, на одной из встреч руководящего состава ассоциации с чиновниками Министерства сельского хозяйства и Росельхознадзора был задан вопрос о возможности применения лекарственных препаратов, зарегистрированных для медицинского применения на территории России для животных. Руководитель одного из управлений безапелляционно заявил, использование медицинских препаратов для ветеринарных целей невозможно, так как это противоречит законодательству в части обращения лекарственных средств. Мы не стали спорить и решили творчески подойти к решению возникшей проблемы, опираясь на законодательство Российской Федерации, регулирующее обращение лекарственных средств. Итак, к чему же привело наше творчество? Применение лекарственных средств, обращаю ваше внимание, речь идет исключительно о применении, нереализации для лекарственного обеспечения населений, имеющих животных для ветеринарных целей, чтобы они использовали. Применение лекарственных средств является составной частью понятия обращения лекарственных средств. Это разработка, доклинические исследования, клинические исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация, контроль качества производства, изготовление, хранение, перевозка, ввоз, вывоз, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных средств. Мы с вами являемся субъектами обращения лекарственных средств. Субъекты обращения лекарственных средств это физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность при обращении лекарственных средств. Фармацевтическая деятельность, деятельность, включающая в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов. Как видим, применение не включено в определение термина фармацевтическая деятельность. Следовательно, лицензирование не подлежит. Но! Вернемся чуть назад, к лицензированию фармацевтической деятельности. Чтобы применить, нужно где-то хранить. А вот хранение как раз и входит в определение термина фармацевтическая деятельность. Возвращаемся к применению. То есть, хранить, еще раз подтверждаем, что хранение фармацевтической деятельности пока и будет являться составной частью, его иначе назовут отпуск. Передачу с хранения на применение это будет отпуском. Но, все-таки вернемся к применению. В соответствии с частью 1 ст. 13 лекарственные препараты вводятся в гражданский оборот на территории РФ, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органам исполнительной власти. В ветеринарии таким органом является Министерство сельского хозяйства. У нас и у надзорных органов не возникает вопросов законности применения, если этот препарат зарегистрирован в Министерстве сельского хозяйства. А если этот препарат зарегистрирован в Минздраве, но самое главное, этот препарат зарегистрирован, а следовательно, он имеет право на гражданский оборот. Внимательно почитаем определение термина гражданский оборот. Гражданское правовое выражение экономического оборота, которое опосредуется договорными и внедоговорными институтами обязательственного права. В нашем случае правилами оказания платных ветеринарных услуг. Участниками гражданского оборота являются физические и юридические лица. В содержание гражданского оборота входит переход имущества от одного лица к другому на основе заключаемых участниками гражданского оборота сделок или в силу иных юридических факторов. Применяемые для лекарственного обеспечения оказываемых ветеринарных услуг лекарственные препараты в собственность потребителя ветеринарных услуг не переходят, так как являются расходным материалом, обеспечивающим вашей работой. Таким образом, лекарственные препараты при лекарственном обеспечении оказываемых вами ветеринарных услуг в гражданский оборот не попадают, но при этом вы являетесь субъектом обращения лекарственных средств и подпадаете под надзор Росельхознадзора с полным отсутствием механизма наказания. Существует еще один вариант пресечь пресечения вами лекарственного препарата, выпущенного в гражданский оборот для медицинского применения. Это закон о защите прав потребителей, но эти нормы могут быть применены к вам только в случае наличия жалобы со стороны владельца животного и от этого можно защититься. Но это уже относится к законодательству о защите прав потребителей и будет рассматриваться нами в последующих вебинарах. Все остальное незаконно. Опять нюанс. Ветеринарное законодательство и применение его использования, его продвижение, оно является сплошным нюансом, сплошными юридическими нонсельными и закавыками. Вот нюанс. Подобные выкрутасы с лекарственными препаратами, о которых мы говорили в предыдущем слайде, прокатывают исключительно с непродуктивными животными. При работе с животными, являющимися источником сырья для фармацевтической, легкой и пищевой промышленности, в действие вступают нормы, обеспечивающие безопасность человека, территории страны и ее населения в целом. Игра с безопасностью в нашу с вами компетенцию не входит. Безопасность – приоритетная задача государства и его представителей в лице надзорных и исполнительных органов различного уровня. Если вы можете применить тот же самый кевзол, выпущенный для медицинского применения на рынок, в гражданский оборот, при лечении собак и кошек, то, несмотря на то, что действующим веществом является цифазолин, вы не вправе будете применить его коровью. Вы обязаны будете применить цифазолин, который зарегистрирован для ветеринарного применения. Вот здесь, в любом случае, ничего страшного для коровы не произойдет. Но, не дай бог, где-то вдруг люди отравятся, вы станете крайними. Это, в первую очередь, защита своей семьи, защита своей свободы, защита своей профессиональной деятельности. Можно ли применять лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, без лицензии на фармацевтическую деятельность? Можно, но у вас лицензия на средства и вещества, а хранения лекарственных препаратов нет. При отпуске средств и веществ наркотических и психотропных, входящих в состав лекарственных препаратов, этот отпуск уже является лицензируемым видом деятельности. Получайте лицензию на фарм-деятельность. Еще раз повторюсь, лицензия на фармацевтическую деятельность на сегодняшний день получается очень, очень, очень легко. Не нужно оборачиваться назад и смотреть, что было в 2008, 2009, 2010 годах. Сейчас эта лицензия необходима для того, чтобы можно было проконтролировать прохождение лекарственных средств и исключить из оборота контрафактные препараты. Коллеги, давно прошло то время, когда предмет, изображенный на этом слайде, был последним и достаточно весомым аргументом в решении проблем и споров между предпринимателями. И тем более, никакого отношения этот предмет не должен иметь к процессу контроля и исполнения контрольных и надзорных функций соответствующими органами исполнительной власти. Читайте документы, повышайте свою общую грамотность, и тогда никто вас не сможет обидеть, если вы будете своевременно, в срок и в полном объеме выполнять требования тех нормативно-правовых актов, которые регулируют нашу с вами деятельность. Этих актов много, они разрознены, но именно это знание актов правовых позволяет нам находить различные лазейки. Мы ждем вас на следующих наших вебинарах, где будем рассказывать массу интересного, массу отверстий, и в ближайшее время вряд ли эти отверстия в законодательстве смогут быть закрыты ввиду неповоротливости и громоздкости государственного механизма. Но всему должен быть предел, все должно быть в рамках закона, во всяком случае уголовного, ни в коем случае нельзя выходить за эти пределы. Любая прибыль, она приветствуется государством, но в рамках закона. Любые действия, любая деятельность государством приветствуются, но в рамках закона. Как только вы нарушили закон, турма ваш дом. Не нужно надеяться на то, что прокатит. Раз прокатит, два прокатит, но вас все равно поймают, и тогда будет горе и трагедия для вас лично и для вашей семьи. Я с большим удовольствием буду продолжать делиться своим опытом и буду помогать руководителям наших кафедр организовывать как можно интереснее наши занятия. Спасибо большое, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok